Вы знаете, люди проявляют свой характер, свою природу тогда, когда есть недостаток чего-то, какое-то испытание, или голод, или жажда, чего-то не хватает. Вот в хорошие периоды он не проявляет свой настоящий характер. Но во время скорби, или когда приступает голод, то тогда и проявляется, выявляется характер. Как человек действует в экстремальных ситуациях, так ты и увидишь настоящий характер человека. Матфея 12.1 написано, в то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колоссия и есть. Вот ученики, они следуют за Иисусом. И написано, что они взалкали. И иногда ученики Иисуса, они испытывают чувство голода. Кто-то думает, который следует за Иисусом. Нет, никогда я не почувствую чувство голода. Но и ученики Иисуса могут взалкать. Не потому, что они ненасытимы, как некоторые думают о них. Или слишком большой у них аппетит по сей причине. Да нет, просто взалкали. Потому что они тоже люди. Потому что Иисус ходил из деревни в деревню, из города в город. С одного города в другой город. Иисус любил ходить, Он ходил. И поэтому, когда Он оживлял, Он говорил, а ну-ка развяжи и пусть идет. Иисус любит ходьбу. Не скитаться, а ходить, хождение. По делам. Иисус всем говорил, следуй за Мною. Поэтому христианство это хождение. Ты бездельником сидеть не будешь, если ты следуешь за Иисуса. Вот долго они идут, устали, и захотелось кушать. И что они сделали, когда взалкали? Они проходили через поле. Ты представляешь, насколько они голодные, что вот эти колосья, они раз собрали и кушают. Но посреди учеников в это время были и фарисеи. Они тоже следовали. Да. И они наблюдали. Знаешь, они как наблюдатели, они как вот эти сагритатели смотрят, ищут сыщики, чтобы найти чего-то. И вот они нашли день субботня, а эти работают. И второй стих говорит. Фарисеи, увидев это, сказали им, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Иисусу 30 лет в это время. Думает молодой и неопытный служитель, многое чего не понимает. Увлекся собой этих ребят, и вот они соблазнены им. Почему-то так происходит, что среди учеников есть и фарисеи. Они за всем наблюдают о тебе. Они не учатся от тебя, нет. Они пытаются уловить в чем-то таком тебя, что не нравящиеся. И вот фарисеи осуждают этих голодных парней, и в третьем стихе Иисус дает им ответ. Иисус дает им ответ. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал самые бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы, предложения которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. И если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо сын человеческий есть господин из субботы. Кто-то говорит, Давид мог быть помазанным царем. Давид, он собрал, вокруг него собрались самые негодные, отверженные люди. И вот с такими самыми негодными людьми, Давид и эти люди, его армия, они ели. Иисус говорит, неужели вы не считали, что сделал Давид, когда взолкал сам? Вы об этих парнях думаете, что это они сделали, как они поступили, когда взолкали? А что сделал Давид, когда сам взолкал? Когда дело между смертью и жизнью. Как Давид поступает? И вообще не считали ли вы, что и священники субботу нарушают? А если вообще бы вы понимали, что я милости хочу, а не его осуждения и жертвы? Тогда бы вы не обвиняли бы невиновных. Но другими словами Иисус сказал, они не виновны в том, что они сделали. Потому что тот покой, который выше и больше субботы был сам вместе с ними. Но давайте возьмем эту фразу, что сделал Давид, когда взолкал? Что мы делаем, когда мы голодны? Голод — это естественная потребность человека. Когда он долгое время не ест, то он проголодается. Когда внешне он не может восполнить, тогда внутреннее горение происходит. А это внутреннее съедание — это уже не самые лучшие переживания. И вот он хочет что-то извне получить. Да, кто-то из-за этого в панику впадает, кто-то в стрессе. Где-то в турах, в лагерях. Знаете, как происходит? Ты не голодер. Но ты знаешь, что ты в туре, если ты проголодаешься, кто тебя потом накормит? И вот этот страх голода, чувство голода, ты столько набираешь, столько накладываешь в себя внутрь. Ты просто не контролируешь себя. И это бесплатная еда, которая в стоимости тура. Человек столько ест, он столько съедает, чтобы потом не проголодаться в течение всего дня. Потому что голод вызывает стресс. И избегая стресса, от страха будущего, он предпочитает сейчас съесть и съесть заранее на будущее. За будущее. И голод — это тест для человека. Человек начинает знакомиться с собой. Почему во время поста человек, он не ест, да, голод? Потому что если ты не знаком с собой. В посте, когда ты не ешь. Ты начинаешь знакомиться с собой. О, однако же, кто я? А ты не знал. Многие говорят, я знаю, что когда мой муж голодным возвращается домой, я, прежде чем его не накормлю, молчу. Почему? Потому что голодный мужчина — это злой мужчина. Но вы не думаете, что женщины поменьше в этом греша. Голодная женщина — это тоже не улыбающаяся и веселая женщина. Голод, он проявляет человека. Он выявляет характер человека, и когда его все раздражает. Другими словами, голод приводит тебя к самопознанию. Порой это просто с ума может свисти. Оказывается, кто я? Оказывается, на что я способна? Что могу позволить себе? И, конечно же, философия голодного отличается от философии сытого. Когда мы голодные, мы по-другому мыслим. Когда мы сытые, мы по-другому мыслим. Голодный человек, он маску снимает. И то, что он на самом деле думает, то он и говорит. Вот почему, когда нужда у человека, он впадает в какую-то нужду, вот тогда он и по-другому, иначе, как он начинает. Да это же все было до этого хорошо, если он даже был другом, ценил тебя, допустим, если вы вместе работаете. Вдруг ты видишь, врагом становится. Если рядом с тобой он проголодается, а у тебя все хорошо. Ты увидишь, что его мышление, оно меняется, потому что голодный мыслит иначе. И когда голодовка начинается, люди начинают голодовать, тогда весь народ может мыслить иначе начать. Кого-то голод унижает, кого-то ожесточает. Кто-то мягче становится, кто-то жестче, он ожесточается. Голод он выявляет человека настоящего. Давайте посмотрим в Библии на одного человека по имени Исаф. Ромелец труп из Цалияри и Яковиса, да, эртадда и баденен. Что-то пируэли гамови, да, деди Сашо, да, не сиротко. Который с Яковым близнецем, который, ну, немножко раньше, он просто первый вышел из утробы, если вам так сказать. И потому он становится первенцем, первым сыном. А ну, Рогорц, пирм, шо, смаз, экутно, да, пирм, шо, ба. И как первенцу ему принадлежит первенство. Да. Израиль, ши, пирм, шо, секутно, да, мем, ку, дреу, ба, куэлла, пири, мами, са, гададдио, да, пирм, шо, зе, пируэль, шо, лзе. И в Израиле первенцу все принадлежало, все наследство отца. Наследие переходило к первенцу. А ну, с васит, хо, рэбис, узрун, уэлкопа, гарантий, рэбулих, кондамас, Рогорц, пирм, шо, с. Другими словами, жизнь была обеспеченная. Как у первенца, это была гарантия обеспеченности жизни ему. Да. А мупиратесобаса пасебда сана мацгарий. Он очень ценил это преимущество до тех пор, пока был сытым. Маграм, ротса мошивда, рага че и цуала. Но когда он проголодался, что-то изменилось. Да, ба, дебис, о, даме, хутетави. Бытие 25-я глава. О, дадди, дам, о, дадди, дам, о, дадди, хметамде. С 30-го по 34-й стих. Утхра-есаума, Яковс, ктхов, мачамец, иттел, ягцит, иттел, и радган, моканцуливар. Амитомецо да сахилате доми. Утхра-есаума. Момхи дедрес, шени, пирм, шоуба, даткуа-есаума. Аха, сикуди лиспирасуара, рахатминда, пирм, шоуба. Утхра-есаума. Шемом пицце. Манат шепица да бихи, да Яковс, тау, виси, пирм, шоуба. И сказал Исаф Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал от всего дано ему прозвание едом. Но Яков сказал Исафу, продай мне теперь же свое первородство. Исаф сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? И Яков сказал ему, поклянись мне теперь же, он поклялся ему и продал Исаф первородство свое Якову. И дал Яков Яков Исафу хлеба и кушанья из чечевицы. И он и ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаф первородство. И так что сделал Исаф, когда взалкал? Для него тарелка еды оказалась ему важнее, нежели его наследство. Нежели вот это обеспечивая жизнь. Сейчас, в эту минуту, я нуждаюсь. Это же не неделя были, это один день. Просто он с охоты вернулся. Он голодный, изнемогший, уставший. И говорит, а на что мне? Это первородство. Когда сейчас я голоден. И за одну тарелку еды, он продает свое первенство. Голодный человек, он не обманывает. Он сказал правду. То, что он думал. К чему мне это? Первородство. Он пренебрег первородством. Потому что ел встал и пошел, и пренебрег первородство. Ну, по-русски тоже неплохо. Пренебрег. Он пренебрег свое первородство. Люди думают, что портит голод людей. Нет, он не портит. Он высвобождает то, что внутри человека. Голод не портит. Но голод, он просто вынуждает или принуждает к тому, чтобы выявился настоящий характер. И человек выявил себя. Некоторые думают, тот такой голод был, что материал детей своих съедали. И вот что делает голод? Голод принуждает съедать. Да нет, голод не принуждает съедать детей. Не все мамы съедают во время голода своих детей. Не все мамы предают и продают своих детей. Но в голоде, когда или этот хищник, или эта пиавка, или вот это злое сидит, это и высвобождается во время голода. А то не всякая мама так поступает, ведет себя. Библия говорит, почему он возненавидел Бог Исава. Давайте заглянем в послание к евреям. Двенадцать-пятнадцать. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились. Многие. Горький корень. Корень это то, что в земле, его не видно. И у многих, что там внутри, скрыто, сокрыто, не видно этого. Но некоторые обстоятельства обнажают корни. И показывают, что, оказывается, был горький корень в человеке. Я и до этого сказал, они все же матеря съедают. Другие матеря, наоборот, они всю свою жизнь положат и отдадут ради того, чтобы их дитё было живо. Голод не делает всех бессовестными. И чтобы человек на всё шёл во время голода. Просто обстоятельства, они обнажают корни и показывают, что было заложено в человеке, что произошло, что в нём. И автор послания к евреям говорит, чтобы не лишились благодати Божьей, потому что, когда благодать Божья уходит, этот корень разрастается в сердце. И да, это не видит глаз. И не замечает этого корня. И 16-й стих говорит, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снять отказался от своего первородства. Который за одну трелку еды отказался от своего первородства. Да не будет между вами такого блудника или безбожника, как Исаф. Ну, безбожный, ладно, ну, а где же он блудил-то, этот человек? Можно сказать так. Когда за одну еду он пренебрёк и ни во что поставил своё первородство. Он пренебрёк благословением Божьим. Библия это называет именно блудом. Корни греха в человеке невидимы. Человек пока сыт, вот сыт, и он и может играть роль праведника. Что ценит Бога, ценит церковь, ценит служение. Пока всё хорошо, он играет эту роль праведника. Да, сакмарисия холме. И достаточно, райме сакитхши, шимши лиганит садос. Чтобы в каком-то вопросе пережить голод. Агарцеклесия сапасэпс, агарцахурэба сапасэпс, да. Агарц, арави сапасэпс, да. Он уже ни церковь не ценит, ни служение не ценит, и вообще он никого не ценит. Его верность, она вообще заменяется. Сытый человек часто играет. Ты даже не поймёшь, чего он хочет, или о чём он думает. Потому что сытый не всегда искренен. Голод не огрубляет человека, я ещё раз повторюсь. А просто обнаруживает жестокость человека, которая внутри него. И когда человек не сражается, не борется, не искореняет из себя этот горький корень, этот горький корень тогда искоренит его из церкви, из праведности, из всего. А что сделал Исаав, когда он проголодался? Он отверг первородство. Но что же нам может помочь во время голода? Когда начинается кризис. Когда в какую-то сферу приходит голод. Одна возможность, как победить, это быть духовно голодным. Вот когда у тебя нет нехватки в Божьем обетите, тогда и горький корень не разрастается в сердце. Матфей 5.6 Блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Чувство голода говорит вообще о здоровье. Когда человек хочет кушать, ведь это так же. Есть аппетит, все хорошо. Аппетит теряешь, то нужны витамины. Кто честно любит кушать? Кто-то воздержался или как? Здоровые вы, люди, здоровые. Ох, гамма харес. Дрешкарамов дьоди, да? Випекре. Шэмуми вида, са цихаруло информация. Сегодня пастор превысил скорость, и вот обрадовали его смс-сообщением. Уквави циро и хмушоу. Теперь, ну, уже, хотя бы после того, что там буду знать, что фиксируется. Садвикави. Да, может, что? Голод говорит о том, чувство голода говорит о том, что у тебя здоровый организм. Это духовное, это то же самое. Точно так же. Когда есть голод и жажда по Богу, это говорит о твоем здоровом состоянии. Когда есть потребность в слове, это говорит о том, что ты здоровый, у тебя правильное состояние, положение. Псалом 62, первый стих. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной. Смотри, голод, жажда и место пустое и сохшее, безводное. В таком состоянии человек думает, какой Бог, что за Бог? Он ничего не хочет. Есть у него, он алчит, он жаждет. И говорит, в этом состоянии, Боже, ты все равно Бог мой. Вот в этом состоянии, я не хлеба и воды ищу, я тебя ищу. Во время кризиса душа моя тебя жаждет. К тебе мое стремление. Не только внутренностью моей, но и телом моим к тебе стремлюсь я. Не тело в ресторане, а сердце в церкви. Но к тебе, я тебя жажду, к тебе стремлюсь полностью. Полностью и сердцем своим и телом своим, я прихожу к тебе. В этой иссохшей, безводной земле. Значит, состояние голода и жажды показало состояние этого человека. Что ничто не может убить ту жажду, чтобы все равно, вопреки и жаждать Бога, и приближаться к Богу. Нигде ты, Боже. А ты, мой Боже. Однажды Иисус сел у колодца, он хотел пить, и был также голоден. Ученики пошли, чтобы принести покушать. И вот он один сидит у этого колодца. И в это время приходит какая-то женщина. Она за водой тоже пришла. Чтобы выпить воды. И вот диалог между ними. Иисус говорил. Иисус напоил. Тогда, когда сам был голоден. И когда пришли ученики и принесли еду, Иисус отвечает, я уже поел. Ученики удивились. Что он поел? Что он ел? Иисус ответил, что пища Моя творит волю пославшего Меня. Иисус ответил, что пища Моя творит волю пославшего Меня. Он преодолел чувство физического голода в восполнении духовного голода, исполняя волю Божью. И мы говорим, у нас физику рисачьмелись гарда, сулия рисачьмелихонда, гмертис неба шея срулебина. Потому что кроме физической еды, у него была духовная еда. Исполнять волю Божью. Отворить волю пославшего Меня. Иногда люди думают, никто-то не побеспокоит Меня, все выключить, все изолироваться. Меня дома нет. Сейчас приготовлю и поем. А может быть, кто как нуждается. Из-за вот этой еды, я ходил, мне сейчас нет до него дела, но может быть, ты кого-то так пренебрежешь. Давайте будем искренними. Были же такие моменты. Ну, спеши мы, спеши. Покушать надо. Сейчас мне точно не до тебя. А Иисус показал нам лекарства. Как возможно? Как можно сбросить вес? Когда ты голоден. Когда ты голоден. И творишь волю Божью, ты кого-то напаяешь, кому-то несешь жизнь и радость. И ты видишь, что Аркшия уже не голоден. Наверное, у вас были такие моменты. Не было разума в вашей жизни? Вообще ты забыл, что ты голоден, но ты вообще ничего кушать не хочешь. Потому что ты сам рад тем, что в жизни кого-то сделал что-то хорошее. Что ты делаешь? Как ты поступаешь, когда ты голоден? Ты знаешь, есть такое состояние, анорексия, анорексийное состояние, когда ты не ешь, не ешь, не ешь, а потом ты уже не можешь есть. Ты столько времени не ел, что уже не можешь есть. Вот некоторые такие ходят в церкви. А они столько не читали и столько не ели. Они не могут уже принять слово. Они даже тебя слушать не хотят. У них духовная анорексия. Все, что ты говоришь, они, прости, но обратно, вырывают. Гамом шрали, гамом хмари. И сохшие. Но Иисус сказал, блаженные. Нищие духа. И жаждущие, потому что они насытятся. В Луке, в 4 главе, описывается состояние Иисуса, когда он был голоден. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Итак, ведом был Иисус, и 40 дней испытываем дьявола. Он ничего не ел. То есть он голоден. И он взалкал. И когда взалкал, вот и дьявол подступил. И он и ему предложил продать свое первородство. Предложение легкого пути. Ты же Сын Божий. Ты голоден, давай преврати камни в хлебы. Давай поклонись, и тебе все дано будет. Когда голоден был Иисус, он свое первородство не продал. Наоборот, он сказал, не хлебом единым. Хлеб не решает все. Да, я голоден. Но хлеб всего не решает. Но словом всяким, исходящим из уст Божьих. Когда у тебя есть то есть голод по отношению к Слову Божьему. Когда во время твоего голода ты будешь в Богоискании. Это слово насытит и напоит тебя. Не только. Не только. Да, это значит и так можно жить. И так можно иметь жизнь. Но не только хлебом. Значит, что есть еще и другой путь. Который и этот хлеб принесет. Не хлебом единым. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это не просто какой-то афоризм. Это не просто какая-то фраза. Это реальная пища. Которую Бог может дать человеку. Откровение Божьего Слова может насытить человека и привести его в совершенно другое настроение. Что сделал Иисус, когда проголодался? Он стоял на своем первородстве. Он знал, кто Он есть. Он знал, что Ему предотвежит. Он знал, для чего Он. И поэтому Он не продал своего первородства. И поэтому Он не соблазнился. Но Он во время голода проявил себя. Пусть для тебя будет важным духовно сражаться с физическим голодом. Мы не знаем, что будет. Что он арвел о 9 кризисов? Да, мы не ждем кризиса. Но что бы ни произошло. И не только физическая пища. И я говорю о любом другом голоде в любой другой сфере. Всекого рода голод Он выявляет человека. Когда чего-то недостает. Когда нет нехватка, недостаток в жизни. Тогда мы и проявляем себя. Но есть выход. Пусть среди вас не будет такого, который готов за одну тарелку еды за одно сладкое слово продать свое первородство. А сейчас давайте встанем. Важнее восполнение духовных потребностей нежели физических. Пока духовные потребности не восполнятся, ты не сможешь это восполнить физическими. Почему люди много едят? Потому что то, что должно быть восполнено духовно, они не знают, как это восполнить, эти потребности, или не знают, по какому пути пойти в этом. Может быть, вы видели или слышали, а может быть, сами были. Ну вот да, поел, но вот чего-то не достает, вот чего-то хочу, чего-то не хватает. Все попробовал, чего только не поел, а не восполнил. Не хватает все равно чего-то. А вот он не лезет, но все равно чего-то ищешь. Это потому, что то, что должно было быть восполнено, это невозможно, чтобы физический хлеб это восполнили. То, что Бог должен заполнить, его место никто, ничто не смогут занять. Поэтому нам нужно исцеление во взаимоотношениях с Богом, исцеление сердец, чтобы у нас был хороший духовный аппетит, чтобы мы вновь жаждали Слово Божьего, мы жаждали общение с Богом, который есть источник нашего покоя. Если ты этот голод потерял, если больше слова тебя не касается, если ты ничего просто не воспринимаешь, не принимаешь, скажи, Боже, вновь побуди мое сердце, да не лишусь я благодати Твоей. Я не хочу продать своего первородства. Я хочу удалить этот горький корень из своего сердца. Я хочу, чтобы в этой безводной и сохшей земле чтобы ты стоял на первом месте, чтобы мне искать Твоего лица, чтобы мне выхода от Тебя искать. И Господь тебя обязательно коснется. Халлелуя! Господь, мы благодарим Тебя. Мы за все Тебя благодарим. И за все, что Ты делаешь в нашей жизни. И за все, что Ты еще сделаешь. На какой бы земле мы ни оказались. На какой бы иссохшей безводной земле мы ни были. Пусть нашим решением будет что мы будем искать Тебя. Пусть к Тебе стремится сердца. Пусть во взаимоотношениях с Тобой восполняются наши сердца. Господь, очисти наши сердца. Если есть этот горький корень внутри нас, пусть это будет искоренено из сердца. И Твоя благодать да будет на нас в избытке, чтобы мы вреда и другим не причинили этим горьким корнем, который будет в нас. Мы не хотим быть оскверненными и не хотим, чтобы и другие были осквернены. Упало Господь в нашем голоде пусть будет выявлен тот характер. который есть взаимоотношения с Тобой. Пусть будут преодолены физические потребности общением с Тобой. Ибо всякое слово, исходящее из Твоих уст дарует нам жизнь и насытит, накормит наши сердца и нашу жизнь. Господь благослови церковь. Благослови Твоим словом. Благослови откровениями Твоих слов. Говори вновь в их сердца. Пусть у них будет Твое откровение. Господи, говори с ними. Какие периоды бы не были на этой земле. какие бы испытания не приносил дьявол на этой земле. Господи, пусть они найдут ответ в Тебе. Пусть они найдут ответ с Тобой. Ибо не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом исходящим из уст Твоих. Оживи Твое Слово в их жизни. Пусть Твои слова будут живыми и действенными для них. Чтобы вновь касались сердца. Чтобы вновь Слово Твое побуждало наши сердца. Чтобы служение Тебе также напаяло нас вновь. Чтобы вновь было желание общаться с Тобою. Да не иссохнет ни один из них. Из-за того, что не питается от Тебя. Пусть никто не выберет разбитый водоем. Но пусть от Тебя пьет и творит Твою волю. принимает настоящую пищу. Которая может принести здоровье. Как внутренняя, так и физическое. Ибо оно есть жизнь и здоровье для находящих Его. Мы превозносим Тебя на этом месте. И мы благодарны Тебе, Господь, за сегодняшний день. Мы благодарны Тебе за Твою милость, которая обновляется каждое утро для нас. И мы благодарны Тебе за Твою благодать, которая наполняет нашу жизнь и приносит благословение для других людей. Благослови каждого из нас, чтобы мы проявляли тот характер, который ты ожидаешь от нас. И мы говорим, да будет Тебе вся хвала и слава, все поклонение во всем Тебе единому Господу и Богу, отцу, сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Аминь.